Как же апать ранги в бэндлэс моде, ребята? Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Боблик, и я расскажу вам всё абсолютно. Как фармить, как получать, как же повышаться, что-то про награды и перки вы получите. Очень, ребят, давайте же начнём. И я хочу сразу же вам рассказать одну ситуацию. В общем, мой подписчик не поставил лайк и не подписался. И вот этот скамель, ребят, я надеюсь, что вы не будете повторять его ошибок. Поэтому, ребят, срочно подпишитесь и поставьте лайк, чтобы просто, ну, получается, вас не заскабили. И то лучше, если вы хотите получить дежитого мэна, то реально сделайте тоже такое же самое. Ну, а если вы хотите реально получить юнитов, то заходите в мой телеграм-канал, я там всё разыгрываю. В общем, залетайте. Однако, я хочу вам рассказать, как же быстро апать длосранги. Буквально за одну капсу я апнул в один ранг, и это уже неплохо, я уже понял, как же это всё делать, как это всё происходит, и я вам всё расскажу. Смотрите, получается, у меня есть дополнительный, получается, слот. То есть, я могу ставить 16 юнитов. Можно поставить ещё юнит-слот. То есть, если с каждым рангом вы получаете перки. То есть, один перк, как минимум, добавляется. И самый лучший перк, это, конечно же, юнит-слот. То есть, вы добавляете юнит-слот, и это самое лучшее, что есть. На пятом ранге вы можете получить, например, снова нет в самом начале, а на десятом ранге вы можете получить что-нибудь ещё. Вот, ребята, какая-то штука, какая-то способность вы получаете. И смотрите, как же апать эти endless ранги. И я расскажу вам это прямо сейчас. Смотрите, если у вас инвентарь довольно-таки хороший, у вас есть хотя бы Hyper и DJ Tv Man, то, ребята, берите Hyper, DJ Tv Man, Astro, обкрытие сан камерамена, санту и камеры Repair Drone, либо спикеры Repair Drone. Потому что, ребята, этих два довольно-таки неплохих юнита. Или же, смотрите, если у вас нет DJ Tv Man, это не проблема. В самом начале, естественно, вам пригодится Green Laser Cameraman. И вы можете вместо этого DJ Tv Man поставить, например, Green Laser Cameraman. И, получается, он в самом начале будет дамажить вам юнитов этих туалетов, которые будут пробираться. Или же, если отличная альтернатива для этого, получается, Green Laser, это Union Tv Man. Давайте мы, получается, уберём этого Green Laser, поставим Union Tv Man. Это тоже будет неплохо. Смотрите, в чём прикол. Union Tv Man, да, у нас сейчас в... Ой, какой ещё митя, потому что он... Он очень хороший наносит урон в начале. Буквально парочку туалетов пропустить, поставить его в начале, и он уже где-то, он 10 вам спокойно сэкономит. Вы сможете просто прокачать своих Santa Tv Man. Потом уже ставите Astro, Брейда Титан Камера Мэна, и после чего вы можете спокойно их замедлять в ваших юнитов, если вы их прокачаете, этого Astro, на максималку. Если у вас кайпера нет, то ставим, конечно же, ребята, Cinema Man, то есть, Бодли нашего любимейшего ставим. Без всяких проблем. Если у вас даже Годли нет, то ставим Синистр Титан Тв Мэна, и то будет хорошо. Но если, ребята, есть Годли или Хайпер, ставьте Хайпер, либо Годли, потому что это довольно-таки неплохие юниты. А если у вас есть Абгрид Стандрель Мэн, то тут другая уже ситуация, то что вы должны, например, убрать этого мьюнинга, и, например, поставить какую-то, ну, вместо Astro, например, Гидрин, Лазер Камера Мэна, чтобы у вас был в начале какой-то либо юнит, потому что нам вам нужны и Хайперы, и, как бы, и Ультимейты. В общем, все хорошо. Давайте же мы пойдем вместе с вами в Эдлесс Мод. У нас, ребята, есть Х2 Буст на выходные. То есть у вас на выходные даются Х2 Бусты, поэтому самый кайф это проходить Эдлесс Мод на выходных. Их давайте же мы запустимся и посмотрим, как должно это все играться. Вот, ребята, происходит у нас катка, начинается. Давайте мы ставим своего Санту ТВ Мэна вот прямо здесь, вдалеке, потому что, ну, а зачем нам ставить вблизи? Это не особо интересно. Автоскип подрубаем сразу, чтобы потом поставить второго Держа ТВ Мэна, точнее Санту ТВ Мэна. И таким образом мы будем увеличивать наш доход, то есть у нас будет больше денег. Это, естественно, всем понятно. У нас дается 100 монет с этого Санту ТВ Мэна, плюс еще с самой волны дается 100 монет. Ребята, ставим этих Санту, получается 300 долларов мы получаем со следующей волны. И, наконец-то, после следующей волны мы можем поставить Мьюнин ТВ Мэна. Я вам покажу, где же выгоднее его поставить, чтобы потом не было проблем. В итоге, все равно, в любом случае, вы его продадите, потому что он будет у вас занимать лишнее место. Однако в этой позиции он будет чувствовать себя комфортно. В общем, ребята, осталась буквально, получается, одна волна, и мы сможем вместе с вами поставить этого Мьюнин ТВ Мэна. Потом поставить наших Астра, потом поставить Апер Апградить Титанск Пикер Мэна. Я, в общем, покажу всю тактику, как даже дойти по какой-то лейдерборда. То есть, до энтос лейдерборда я вам расскажу, как пройти. И, ребят, погнали. Ставим этого челика обязательно именно сюда. К сожалению, два туалета уже пробрались, но это не проблема, потому что мы сможем, ребята, это отразить. То есть, у нас снимется сколько? 320 будет у нас где-то хп-шечек. Ребят, ставим срочно Тан-дот ТВ Мэна. На автоскипе проходим спокойно. И потом я хочу еще получить способность на x2, то есть, x2 время, чтобы я мог, получается, x2 быстрее проходить Endless Мод и рассказывать вам всякие разные фишечки и попадать в какие-то хорошие Endless Ранги или же в Endless Рейдерборд, чтобы в два раза быстрее проходить это все. По-моему, это открывается на третьем ранге. В общем, как-то примерно так и происходит. Смотрите, Мьюнинг Мэн здесь стоит, уже отражает. Мы можем тем временем прокачивать просто Сант. Как же это хорошо, ребят. Вот смотрите, у нас уже проходит здесь босс, и Мьюнинг спокойно с этим всем справится, особенно если лучше всего закасарь. Он потому что, смотрите, у него АОЕ дамаг, если что есть, кто не в пульсе. Вот АОЕ дамаг, он может абсолютно во всей площади своей дамажить АОЕ уроном. И смотрите, как быстро он уничтожит этого просто Мифика на ЛН. Мифика, а этого туалета с Кибидиска. Просто налегке раз, пощелкнул, он не успел оглянуться, уже он победил его. Очень, ребята, давайте, наверное, поставим где-то Астра вот этого вот камераменчика, чтобы он просто помогал, холоповал, так скажем. Однако, ребят, я не вижу его радиус. Это единственная проблема. И давайте прокачивать всё же Санта ТВ-менов. Я расскажу вам про тактику, что нужно делать дальше после того, как мы поставили это всё. Очень, ребята, смотрите, мы сейчас это делаем, прокачиваем спокойно этих Санта, потому что, ребят, Санта, это самый главный по факту аспект в начале игры. Если мы их не прокачиваем, то, конечно же, что у нас? Конечно же, у нас не будет денег, чтобы поставить даже этого Астра. То есть, это было бы довольно-таки проблематично. И, ребята, мини-ган туалет приходит сюда, уже проблемы начинаются. Однако, Астра у нас помогает. И это хорошо. Ребят, давайте Санта вкачаем, потому что Санты нужно обязательно вкачивать. Это мы не забываем с этим делать. Ребят, они уже на пятом левеле. По-моему, восьмой левел максимальный. Да, ребят, восьмой левел у нас максимальный будет на Санта ТВ-менов, если я не ошибаюсь. И смотрите, сколько здесь проходит маленьких туалетов. Это волна для фарма денег, потому что здесь они очень много будут давать денег, если мы будем каждого уничтожать. Смотрите, сколько прибавляется. Прибавляется тут уже. Буквально за пять секунд уже соточка есть. Вот, еще одна соточка прибавилась. Это прям вообще идеально. Вот, ребят, погнали. Получается, прокачивает Санта ТВ-менов. Будем смотреть, что у нас будет происходить дальше. Эта тактика всем известна. Однако, у меня нет ультимейта, к сожалению. И я не смогу вам продемонстрировать иную тактику. А, ребят, знаете что? Многие типы, которые играют в Endless Mode, даже не используют ультимейтов. То есть, это не особо интересный юнит. Это не особо такой хороший юнит, который используется прям в Endless Mode. Это не мастхэп. То есть, ребята, чтобы прийти в Endless Mode, нужно иметь хайперов. То есть, и есть даже расположение хайперов. Я видел где-то. Я даже знаю расположение хайперов. Лучше всего хайперов ставить вот здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Потом где-то здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Где-то здесь поставить. Это будет просто кайфарики максимальный. Вот. Получается, что у нас происходит дальше. Дальше мы покачиваем Санта ТВ-менов. Естественно, как и ожидалось. Это хорошо, что разработчики сделали X2 XP Boost в честь выходных. То есть, ребята, сегодня, ребята, будет у нас этот бустик идти. И это очень хорошо, ребята. Тадж, глаз, туалет, ларж, глаз, туалет, вы посмотрите на это просто. Ребята, вкачиваем, конечно же, наших диджетов-менов на 500, чтобы они нам давали гораздо больше, гораздо выше. Вот надо за три косыря здесь вкачать было. Но я, к сожалению, вкачал за 6000. Хотя здесь мог вкачать за три косыря и получить такой же результат. К сожалению, я немного прогадался. Ну и не суть важна. В общем, буст, туалет у нас проходит. И мы смотрим, что же у нас тут будет происходить. И, ребята, я уже совсем скоро улучшу Санта на фул. Хотя, ну, вообще, к татой волне уже они должны быть на фулу. Но я немножечко прокекался, к сожалению. Но не суть важна. Смотрите, у нас проходит тут туалет. Это уже спокойно можно автоски поджимать. Потому что у нас сейчас, возможно, будут какие-то либо проблемасы. И чтобы проблемасов не было, нам, естественно, нужно вкачать этого астроскибедиста. Астроскибедиста, точнее, апгрейдистан камерамена, чтобы у нас не было дальше никаких проблем. Однако я не вижу его радиус. И это довольно-таки плоховато. Но я думаю, что он уничтожил. Да, он уничтожил. И это довольно-таки хорошо. Смотрите, так мы вообще на изи уничтожаем и боссов, и всех последующих 171 тысяч хп. Мы их на изи уничтожаем просто. Смотрите, давайте посмотрим. Мутант Туалет 2.0. Он сможет нас одолеть или нет? Мне кажется, вряд ли он сможет нас одолеть. Но все же и много такого есть, что одолевает, ребята. У половины хп мы уже ему сняли. Чуть меньше половины его осталось. Это хорошо, босс Туалет мы уничтожаем. Смотрите, Мутант Туалет 2.0 это и есть, кстати, босс. Поэтому неплохо. Ребята, давайте погнали. Получается, за 6 костарей мы вкачаем когда-нибудь или нет. Я просто хочу, чтобы мы вкачали наконец-то за 6 костарей и не было у нас никаких проблем больше. Ребята, он уничтожит или не уничтожит? Просто, чтобы я понимал на изи. Не-не-не, ребята, уничтожит? Нет, не уничтожит, ребята. Поэтому я вкачал, к сожалению, Астра нашего камерамена, чтобы у нас было гораздо лучше. Ребята, скипаем и прокачиваем за 6 тысяч. И вот этого наконец-то мы вкачаем и будем уже думать о планировке юнитов. У нас уже Астра имеет 3 левел, это уже хорошо. Но, однако, к этому времени, ну, типа, должно быть все уже вкачано по Санта ТВ-менам. Я уже чуть-чуть отстаю от плана нашего, так скажем. Я, как я уже говорил. Смотрите, каким сплэш-дамагом наносится максимально все хорошо здесь. Смотрите, вы просто чекайте, как палеты максимально умирают. Если что, я доказал, максимальная волна для меня была 110-я. Но, если что, таким способом вы можете дойти и до остальных волн. Просто я не особо часто играю в Мэндлс Мод, и особо часто тактики не свяжу. Я рассказываю вам просто тактику, которую я сам пользуюсь. До 110-й волны, как минимум, вы дойдете, если вы еще планировку правильную будете делать. Я просто делал планировку, что вот здесь ставил всех юнитов, а надо вот здесь ставить. Смотрите, вот здесь ставите юнитов, и вы здесь ставите юнитов, именно хайперов, ребят. Вот, и все, и вы просто бог этой игры. И особенно, если у вас еще X2 есть, получается, способность X2, это вообще хорошо. Ребята, смотрите, что у нас, получается, происходит здесь. У нас, мы качали уже сант на фул, абсолютно все санты у нас на фулу, и у нас остается просто, чтобы мы качали этих юнитов. Этого можно уже убирать, но, однако, пускай у нас останется на пару волн. Ребята, смотрите, я вот только что заспамнил здесь этих, получается, этих хайпер-абгрейдинг спикерменов. Вы просто посмотрите, сколько здесь количества. Примерно так вы и должны их поставить. Только еще более плотнее, то есть, ребята. Вот так и должно это примерно быть. Их получать бы еще вообще было бы идеально. Вы посмотрите, я их получил, и вообще стало огонь. Однако туалеты наши уже проходят, потому что я нажимаю на автоскип. Я работаю с автоскипом. Это довольно-таки плохо, но все равно, ребята, мы справляемся и туалетов этих уничтожаем. Ребята, в общем, ребят, это был гайд на то, как, получается, фармить ранги. То есть, таким образом, буквально за парочку, получается, часиков мы фармнем уже какой-то третий ранг, если вы с нулевого аппаетесь. Или же, если вы, там, уже с третьего, там, по пятый, вы примерно апнете за часик, так, может быть, так, ну, ранг пятый. А если вы с пятого ранга, то там уже по каждый час, там, каждая волна, там уже, каждая именно катка Эндлос Мода, там уже будет очень сложно, ребят. Но все равно, я думаю, что вы справитесь. В общем, спасибо, что вы посмотрели данное видео. Обязательно же ставите лайк, позаходите в мой телеграм-канал, подписывайтесь на этот канал и всем удачи, всем пока-пока.